Так, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим, что такое сущности человека и родовые проклятия. Что такое сущности? Ну, в психологии можно назвать это как чувства, да, какие-то, например, эмоции, которые проявляются тогда, когда вы взаимодействуете с человеком или с вами какое-то происходит обстоятельство, то есть что-то произошло, либо какой-то спор, вас человек просто раздражает, да, вы чувствуете вот этот внутри триггер, который при встрече человека или какой-то ситуации внутри появляется какое-то сжатие, давление, какой-то импульс в голове появляется, да. Например, вы с кем-то встретились и вам рассказали какую-то негативную историю, то есть вы сразу же начинаете чувствовать что-то, да, что-то плохое, какое-то негативное такое состояние. Так вот, сущности на самом деле это внутренняя эмоция, которая в вас есть, но эта эмоция, которая у вас проявляется, она там не просто так. Есть энергетические поля, получается, которые, где находятся эти сущности, они присутствуют во внешней среде и во внутренней. То есть, когда с вами что-то произошло, например, вас сбила машина, и в этот момент вы получили стресс, и в этот момент в вас вселяется какой-то страх, боль, и когда вы эту ситуацию, естественно, нормальный человек принять нормально не сможет, да, то есть он сразу будет реагировать, и в этот момент сущность цепляется, то есть какое-то энергетическое поле заставило вас попасть в эту ситуацию. То есть вы сразу чувствуете негативные эмоции, и в этот момент в вас подсаживается эта сущность, которая до этого уже вами управляла, привлела вас в эту ситуацию. Соответственно, после такой встречи с негативной ситуацией в будущем, когда вы будете перемещаться или ходить где-то, вы будете бояться, да, что вас могут опять сбить машина и так далее. То есть вы будете обходить это стороной. То есть вами будет внутри руководить это неприятное чувство, это негативная эмоция. Как эти сущности могут ощущаться, да? Бывает, вот дёргается глаз, когда что-то негативное происходит. Это одно из причин, когда вы можете ощущать, что в вашем теле что-то не так. Либо когда вы стоите с кем-то, разговариваете, да, либо какое-то, ну, обстоятельство происходит, вы можете чувствовать подёргивание какое-то в теле, там, в руке, в ноге, в груди. Это проявляется как сжатие какое-то, либо давление какое-то. То есть вот эти эмоции тела, то есть показывает само, что там что-то есть, что раздражает от текущей ситуации, от какой-то проблемы. Как эти сущности передаются? На самом деле передаются они очень легко. И либо от ситуации, либо от людей через слово. То есть, например, в детстве, если ребёнку будут говорить какие-то, ну, негативные слова, там, ты плохой, да, что ты там ноешь, закрой свой рот, ещё там подзатыльник, да, какой-нибудь ему раздадут. Либо постоянно ему будут говорить так, или что-то делать, то, что ребёнка будет раздражать, он будет плакать. То есть раз за разом всё больше и больше в нём проявляется и накапливается это чувство негатива. То есть вот этот энергетический поток, который через слова выходит и через уши проникает, так передаются проклятия родовые. Вот эти проклятия слов на самом деле, всё это началось уже очень давно, с того момента, когда ещё Адам был с Евой, да, ну, там, к примеру, этот случай возьмём, и кому-то что-то не понравилось, и сказали, ну, Адам сказал, ты вот яблоко сожрала, например, да, и всё, я тебя за это теперь любить не буду и так далее. Просто такой банальный пример. Но если идти немного дальше вперёд, то это происходило всё из-за войн, да, то есть когда люди что-то делали не так, а другим это не нравилось, то есть они внутри раздражались, да, уже какие-то эмоции, чувства появлялись, и люди шли, отвоёвывали свои какие-то там земли, участки и так далее. И всё это приводило других в ужас, в страх, то есть они не понимали даже, что происходит. Возьмём самый банальный пример, вот когда произошло раскулачивание, в тот момент, когда у людей позабирали всё, то есть они испытали ужас, страх, боль, обиды, и всё это передавалось из поколения в поколение, то есть, например, кого-то ограбили, там забрали вот это всё, и, например, дед начинает рассказывать своим потом детям, вот нас тогда раскулачивали, вот там били, поубивали там всех, позабирали всё. И тем самым, когда он передаёт это своему там сыну или дочке, он говорит, что нету смысла копить, накапливать, что-то делать, у тебя это заберут. То есть он передаёт своё проклятие через свои слова, эмоции своим детям. И они так как считают его очень близким и знающим этот мир, то есть, ну, дед прожил, что там знает, вот это всё, то есть они это принимают на веру. И тем самым вот это проклятие, вот этот страх и обиды передаются из поколения в поколение. Это элементарная вещь, но некоторые об этом забывают или думают, что это абсолютная чепуха. Но на самом деле, когда так происходит, то эти люди, когда передают вот эти негативные эмоции, они подключаются к эгрегору страха. То есть они поклоняются этому страху, они думают, что не делая так в будущем, что это типа хорошо, но на самом деле это убивает их род. И дети дальше продолжают то же самое делать. То есть они уверены, что этот страх, этот эгрегор, который ему их подключил их дед, они будут испытывать неудовольствие, когда с ними произойдёт что-то хорошее, они что-то накопят, но они будут чувствовать и помнить этот страх, который ему передал когда-то дед. Если даже этот сын, ну то есть этого деда, да, к примеру, если даже он не будет передавать своим родственникам, но будет бояться, чувствовать, ну то есть поступать как-то так и жить в этом страхе, он будет на подсознательном уровне делать все неправильные действия, чтобы не дай бог я пойду там что-нибудь себе сделаю, чтобы у меня там что-то было, потом придут заберут же у меня. То есть он по сути будет нищебродом. И он это делает, потому что ему когда-то это всё передали, то есть ему это сказали. Но на самом деле проблема гораздо глубже сидит. Всё это пропитано вот прям в коде ДНК, прям вот этот страх настолько глубоко сидит. Я вот каждый день работаю с людьми, и этот страх достаточно длительное время приходится вытаскивать, чтобы люди начинали что-то делать, чтобы они не боялись идти вперёд и совершать те действия, которые приведут их к результату, к успеху, увеличат их доход. Они боятся. И на самом деле, когда просто такой папа, например, он что-то делает, но он это делает из-за своего внутреннего страха и ощущения, когда его дети на это смотрят, то есть они понимают, что-то папа там, ну как-то он правильно делает, папа же взрослый человек, значит он поступает правильно. И до пяти лет формируется у ребёнка то же самое. То есть если он видит, что папа поступает, так значит это нормально, так и должно быть. Поэтому большинство людей не помнят своё детство. Они не помнят, как оно проходило. Вот вспомните, попробуйте, до семи лет что вы делали. Максимум два фрагмента в садике и всё. Потому что подсознание рассчитано на то, чтобы выжить. Оно блокирует вот эти негативные чувства и эмоции, чтобы человек не напрягался в будущем. Потому что логика и сознание, оно делает то, чтобы оправдать любое действие. Если бы этого не происходило, то мы бы сошли с ума. То есть если ребёнок увидел, что папа пришёл на рогах, пьяный, заползает в квартиру, ребёнок бы испугался и тут же умер. Но подсознание, оно переходит на логику, а логика объясняет, что ну папа как-то там пришёл, дополз, и то есть это входит в его образ жизни. То есть ребёнок сам себе этого как бы доказывает, и как бы и не доказывает с другой стороны, просто это погружается в его нутро. Таким образом, это тоже передаётся по наследству. То есть потом ребёнок понимает, что папа себя так вёл, это нормально, и я буду примерно таким же, но только на подсознательном уровне. Даже если человек будет говорить, что я не такой, я буду делать по-другому, всё равно в будущем он как-то вот чувствует так, что вот что-то там такое во мне есть, что я не могу этого сделать, я не могу пойти вперёд, сделать какие-то шаги. То есть он парится по этому поводу, но не понимает, почему это проблема. И так у большинства людей. Они не понимают, почему происходят в жизни какие-то ситуации, куда-то их там заводят, не в те двери, да, то есть они открывают. Хотя реальность, она меняется ежесекундно. Многие люди живут прошлыми жизнями, потому что они, вот там в прошлом было всё хорошо, там Советский Союз, вот эта вот стабильность, всё, да. То есть они живут мыслями там. Некоторые в будущем живут. На самом деле ими руководят вот эти эгрегоры, вот эти сущности, которые тогда в них поместились. То есть от этого, чтобы избавиться, нужно очень изрядно постараться. Поэтому, если у вас есть какие-то вот такие внутренние проблемы, которые вы испытываете постоянно, в каких-то ситуациях, которые вас раздражают, вот просто триггерит, вот какой-то человек, вот он меня раздражает. Вот, например, я вас, да, вы смотрите сейчас это видео, и вот он меня раздражает. Значит, вот у вас есть какая-то часть, которая вам не нравится. Вот, то есть вы не можете принять этот мир такой, какой он есть. Вы спорите с ним, пытаетесь разделить его. И это мешает людям, чтобы выйти на новый уровень, чтобы подняться над системой выше. То есть в рамочку себя посадили и находитесь там. То есть, по моему мнению, это нормально получается. А по-вашему, это ненормально. Но каждый живет, как говорится, в своем мирке, и чтобы в нем было уютно, нужно убрать эти все триггеры. То есть на ситуации смотреть проще. Чтобы это сделать, недостаточно просто определиться и сказать, все, я теперь так делать не буду. Каждый раз судьба будет подкидывать такие, ну как эти, порталы возможностей. И вы будете смотреть, будет какая-то, например, возможность, и вы от нее можете отказываться на познаваемом уровне, смотря туда и думать, да это какой-то блеф, это ложь, это неправда, так не может быть. То есть вы тем самым внутри чувствуете, что это вам не нужно. И обходите эту ситуацию. Портал раз закрылся, возможность ушла, и вы потом, как обычно, кусаете локти. Когда открывается возможность, вот фильм есть такой, с Джим Керри, да, мы всегда говорим, да. Вот примерно про это. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас глаз дергается, да, происходят какие-то импульсы в руках, в чувствах, то обращайте на это внимание и прорабатывайте эти эмоции. Это изрядно облегчит вашу жизнь. Если кому было интересно, то ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok